Хо-хо, ребята, всем привет, с вами я, Великий Отец-Одиночка. Ладно, шучу, великий не я, великие мои дети, потому что они очень-очень умные, все учатся в школе и все учатся на четвёрке и пятёрке, я ими очень горжусь. А ещё я горжусь тем, что они у меня очень послушные, да, ребята? Всем привет! И как вы видите, с собой я взял сегодня Лизочку, да, она у нас пока в школу не ходит, но своих братишек и сестричек очень любят встречать. Добрый день, добрый день! Так, чем-то пахнет. Так, стоп, Витя, ты что с твоего ружьё-то взял в школу? Я тебе сказал, муляжи не таскать! И настоящий тоже, убери это! Я вижу, господи, она длиннее, чем ты. Конечно. Так, стоп, ну чем пахнет, я не понимаю. Так, пахнет явно отсюда. Молодой человек, у вас чем-то воняет из рюкзака. Дайте-ка, пожалуйста. Я не знаю, давайте посмотрим. Так, пирожок вонючий, зачем ты их таскаешь-то, а? Так, что-то там у тебя ещё воняет. Стоп, подожди-ка. А это что такое? Это что такое? Я вот это спрашиваю, что такое? Откуда это у тебя? А ну-ка, закинули, да? Закинули тебе это в рюкзак. Так, вы посмотрите на это. Я с тобой сколько раз уже говорил. Я тебя так ругал, я тебя так сяк ругал. Я вас с тёпой наказывал. Я вас в угол вставил, запирал. Я у меня просто нет слов уже больше. Ну конечно, ага. Так, в машину, живо в машину. Я сказал в машину. Завтра с твоим учителем поговорю. А вообще, знаете что? Зачем мне ждать до завтра? Поехали прямо сейчас. Поехали, поехали. Я никогда не заезжал в школу на бумеры, потому что я никогда не был таким злым. Да, да, да. Надеюсь, мы никого не собьём. Пойдёмте, пойдёмте. Поговорим с твоим учителем. Это ж надо так детей воспитывать, чтобы они курили. В таком маленьком возрасте. Я не знаю, ребята. Я ему уже и картинки показывал, всякие фотографии. Помните, о лекции читал? И на танце ему на уши все прожужжал. Все ему уши прожужжали. Реально. Вот, Лиза, сколько раз я ему говорю. И ты ему тоже говорила. А ему что? Хоть бы хны. Ну да, конечно. Так каждый будет говорить. Пойдём, пойдём. Я с твоим учителем пообществу. Он не может не знать, что ты это делаешь. Так, где твой класс? Сюда. Пойдём. Давай, давай, давай. Ты вперёд, молодой человек. Я за вами. Идём. Куда побежал? Ты что? Думаешь, я забыл, где ты учишься? Что, никого нету, да? Ой. Ну, пойдём в учительскую. Или в другой класс. Где обычно я тебя забираю с занятий. Идём, идём. Ты что, думаешь, что я вообще что ли всё забыл? Тук, тук, тук. О, здрасте. У вас продлёнка, да? Ну шо, Петя? Вот и твой учитель. Вы же, да, Петя, учите? Я вас на пару слов попрошу. Можно, пожалуйста? Вот сюда, чтобы ваши ученики не слышали моих криков. Сюда, 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 пожалуйста. Петя, тоже на выход. Извините, конечно, пожалуйста. И я понимаю, что это, по идее, не ваша забота. Но неужели вы, учитель начальных классов, который должен следить, вообще-то, по идее, за моим сыном, неужели вы не видите, что он превращается в курильщика? Вот что я у него нашёл. Ну, в прямом смысле. Он меня раньше курил, ну, пытался, во всяком случае. Я его ловил несколько раз. И вот что я опять нашёл у него в рюкзаке. Что это такое, а? Петя, Петя. Я не знаю, что с ним делать. Как? Вот подскажите, как мне его отучить? Я ему и так объяснял. И сяк. Не могли бы вы за ним попристальнее понаблюдать? Ему подкинутся хулиганы. Да они, наоборот, отбирают у других. Зачем им кому-то подкидывать? У них же дефицит, типа, им же не продают. Кстати, Петечка, а как ты их достал-то, а? Тебе их продали? Кто тебе их продал? В каком магазине? Говори. Ну что ты заладил, да заладил. Говори уже, нам надо разбираться с этой проблемой. А не отказываться от неё, в смысле, не отрицать её. Не было их утром. А потом, типа, ты потерял сознание, да как Лиза. Типа, лунатик только днём. Не хочешь, не верь. Хочешь, проверь. Да если бы я мог, что-то могу отпечатки, что ли, снять с них. Или там, не знаю, ДНК, что ли. Да, скажи, Петя, правду. Мы тебя ругать не будем. Мы должны тебе помочь, Петя. Смотрите, вот ни за что. Не хочет идти на контакт. Вот всё он. Поспорим. На что это? Это вы что, детей ещё и азартным играм, что ли, учите? На то, что... И как вы это докажете? Как вы это докажете? Вы что, какой-то лаборант? По камерам? Точно. Ну, давайте посмотрим, где он это делает. Пойдёмте, пойдёмте. Так, ну что, Петя? Всё, сейчас всё скрыто, станет явным. Сейчас мы всё узнаем. Так, раздевалка. О, Петя пришёл. Так, пришёл Петя. Скинул рюкзак. Ну и курить пошёл. Всё очевидно. Как камеру переключить? Так, стоп, не переключайте, Полина. Стоп, куда она идёт? Сигареты? Я видел у неё в руке сигареты. Она запихнула их, Петя, в сумку. Пипец. Петя. Прости, пожалуйста. Офигеть. Нет, ну а... А как я вообще мог предположить-то хотя бы? Нет, конечно, моей вины не умолять. Петя, извини, пожалуйста. Я... Всё, я принял, что я был неправ. Я... Я... Я исправлюсь. Я свою вину заглажу. Ну капец. Полина? От неё я такого точно не ожидал. Полина! Это же моя родная... Дочь. Дочь. Эй, дочурка. А ну-ка на пару слов. Что, решила сегодня подольше остаться, да? На продлёнку? Ну давай. Это очень кстати. Надо с тобой поговорить. Ты какого чёрта своего брата подставляешь? Ты мне не дерзи тут. Ты мне отвечай. Ты какого чёрта мою сигарету подкинула? Чё он тебе сделал такого, я не понял. Секундочку, я тебе ещё не угрожал. Какого чёрта сразу идёшь вот так вот дерзить мне? Давай поговорим сначала. Зачем эти подставы? К чему? Так. Куда это вы собрались? Куда это вы собрались? Эй, дамочка. Ну-ка подождите. Какой... Какой домой? Полина, ты моя дочь всё ещё? Стоять, я сказал. Полина! Коза, дереза. Куда ты собралась? Офигеть, да? Полиночка, как... А как мне с ней разговаривать? Что? Я-то тут при чём? Это она тебя хотела поставить? На неё злись. Так, Лиза, может ты посоветуешься? Всё-таки девочка... Что такое на неё нашло? Почему она поставила Петю? Ну... Не, ну Петь, ты же раньше реально курил. Я тебя несколько раз ловил. Ты там... Где только... Не шифровался. Ладно, ладно. Я свою вину заглажу. Сейчас надо ещё с учителем поговорить маленько. Тоже извиниться перед ним. Товарищ учитель! Извините, пожалуйста, что я на вас тоже кричал. Но я не думал, что так вышло. И спасибо вам огромное, что помогли мне разобраться. Знаете что? Вот когда моя Лизочка вырастет, я её тоже отправлю к вам. Потому что вы, очевидно, человек очень умный. Спор... А, ну да, и ладно. Сколько денег? Хорошо, давайте дамбом. Только у меня много нету. Вы мне напишите? А, что-то такое коварное придумали. Ну ладно, хорошо, договорились. Да. Всё, увидимся. Интересно, что ты мне там за задание придумал? Петь, ну всё, твой батя попал. Твой учитель взял меня в оборот. Что такое? Что-то случилось? Ладно, пойдём тебе мороженое куплю. Но сначала... Мы заедем к Полине. Так, только стоп. А где же нам её искать-то? Она же из дома ушла. Чёрт возьми, куда нам ехать? Так, думай, нюкем, думай. За мороженым-то понятно, поедем. Но сначала же надо к Полине заехать. Так, 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 дети, у вас идей нету? Ладно, поехали. Надо... Надо... У Лены? Да нет, чё она у неё может делать? Поехали, в общем, съедем в наш старый дом. Потом надо будет съездить... Да, да, я думаю, что она в деревне, по-любому. Ишь ты, хитрая. Пока она пустует, решил, небось, наш дом занять деревянный. Ну и сейчас съездим, посмотрим. Ух, давно мы тут не бывали. Полин! Полин! Полин, ты тут? Тут так одиноко, да? Обалдеть. Пойдёмте поищем там в доме. Охренеть просто. Полина! Полин, ну давай, вылазь! Ребята, посмотрите там ещё, в бане тоже посмотрите. Не, ребята, мы там, конечно, пролазили. Получили дозу ностальгии. Но никаких следов Полины, ни самой Полины мы там не нашли. Ну, походу, единственный вариант, реально, звонить Лене. Она всё-таки с Полиной общалась, думаю, может, что-нибудь знает. Так, ох, неудобно. Ну, ребята-то, как вы поняли, поскольку я там искал себе девушку, у нас не всё так просто. Но я всё-таки позвоню. Так, всё, звоню. Алло? Лен, привет. Слушай, да давай я сейчас без лишних вопросов. Просто скажи, ты знаешь, где Полина? Да, нет, скажи просто. И всё. Только, пожалуйста, скандалов не надо. Стоп. То есть ты знаешь, где она? Она у тебя? Отвечай. Давай сейчас не будем начинать. Скажи просто, она у тебя или нет? Дай трубку ей, пожалуйста. Так, сбросила, прикиньте. Ну, Лена, вообще... Охренеть. Так, ребята, кто смотрит второй канал, а? Кто знает, что там у них происходит? Подскажите, пожалуйста. Ладно, посмотрите, что там происходит. Почему Полина ушла? Что она делает у Лены? Почему она подкинула сигареты Пеки? Вот кто смотрит второй канал, тот по-любому узнает ответы на вопросы. И, надеюсь, мне в следующий раз напишут в комментариях. Ну, поэтому, ребята, ссылка на второй канал будет в описании. Всем удачи, всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok